В Ленинском округе подвели предварительные итоги традиционной недели доброты и щедрости. Она направлена на оказание помощи людям с ограниченными возможностями здоровья, а также семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, многодетным. В администрации муниципалитета прошло вручение благодарственных писем общественникам, представителям трудовых коллективов и просто жителям города, которые внесли свой вклад в сбор помощи. Вы все понимаете, что времена сейчас непростые, хотя, наверное, абсолютно удобными и простыми они никогда и не бывают. Сейчас, как никогда, всем нужно сплотиться. И как никогда, любой крупицей тепла своего сердца нужно непременно делиться. Спасибо вам за все. Обязательно вам всем здоровья. Успехов во всех ваших делах. Всех благ вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. Вряд ли этот зал смог бы вместить все, кто принял участие в неделе доброты и щедрости. Коммерческие и общественные организации, учебные заведения, муниципальные службы и депутатский корпус. Сотни жителей округа сделали чью-то жизнь немного лучше. Только шло предложение помощи, сами звонят и предлагают. Наталья Алексеевна, а вот мы такой-то детский сад, а вот мы такая-то школа, а мы хотим поучаствовать. И знаете, как это греет душу, что вот рядом столько неравнодушных людей. Поэтому я благодарна каждому из вас. Вручение благодарственных писем прошло в рамках заседания Координационного совета общественных объединений Ленинского округа. Скромную награду из рук председателя совета Феликса Жамалеева получили также телеканал «Видное ТВ» и газета «Видновские вести». Письма вручили нашему коллеге Максиму Козлову. Продолжение следует...